Ее заболевание настолько редкое и жуткое, что врачи пока не дали ему имени. Изначально медики предполагали, что это мегалонцефалия, но все оказалось намного хуже. Когда Кэти Рианфра только появилась на свет, ей поставили диагноз мегалонцефалия расстройства, характеризующиеся увеличением объема головного мозга. Однако этот диагноз не объясняет других симптомов, которые одолевают девочку. По словам Метра, врачам осталось признать, что это заболевание настолько редкое, что они не могут его идентифицировать. Энджи Рианфра, мама, ждет точного наименования болезни с самого рождения ее дочери. О том, что девочка больна, мать узнала, когда была на шестом месяце беременности. Но она даже подумать не могла, что лицо малышки будет так обезображено. Ей уже сделали несколько операций, врачи удаляют жировую ткань, но лучше не становится. Помимо проблем с лицом у Кэти постоянные судороги, она не может ходить и разговаривать, а есть ей приходится через трубочку. Пока врачи только пожимают плечами и подозревают, что у девочки странная форма синдрома перероста. Если эта болезнь не будет никак классифицирована, ее назовут именем девочки. Кэти перенесла множество операций, в том числе на головном мозге. Сейчас она учится в школе для детей с ограниченными возможностями и уже освоила компьютер. У нее также есть большая любящая семья и множество братьев и сестер. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.